Курымкан, воскресенье. Кудина, мне все равно, когда, когда вот... А, это началось голосование. Воскресенье, да, Курымкана, 1-0. Так, Мария, все равно, когда вам удобно, не считается. Когда вам удобно, не считается. Анастасия, воскресенье, 2-0. 2-0. Так, Кудина, Иркутский груш по городу много плодоносит, как прочее всегда. Ну, те, которые по городу плодоносят, вряд ли вы их едите. Вот. Также мне Савельевич рассказывал, тоже по городу грош много. То есть, люди не знают, что их богатство в том заключается, что они на подвой годятся, а не на еду. Так, Дмитрий, здравствуйте. В прайсе, значит, венгерка для прививки персиков. У нее достаточно растопить. В каких случаях прививать на венгерку? Значит, смотрите. Дело в том, куда поедет посылка. Какие проблемы в Подмосковье у Макаровны? Никаких. Какие проблемы в этом, где даже непривитые, конечно, собственные персики, вы плодоносит в Башкеве? Проблем нет. В Брянске проблем нет. В Украине проблем нет. Вот там вопрос стоит об одном. Значит, мы прививаем... Ну, извините, опять завелся. Мы прививаем не только для того, чтобы сохранить качество. Это считается, пункт первый. Я когда-то сам придумал эти пункты. Пункт первый. Сохранить качество. Пункт второй лучший. Пункт последний. Лучший качество. Он появился на много лет позже. Первое было, я искренне говорил. Сохранить. Сохранить. Если сейчас помнить, мы чего, сколько проблем. Мы не будем, потому что время наше выходит. Сохранить качество. Но получается так, что на что-то надо привать. Где-то распространена венгерка, а где-то можно купить у меня косточки, посадить, а на них уже привай хоть черта. На венгерку. Она очень морозостойкая. Так, у него даже сердце. Это очень важный момент, который никто никогда и нигде нет, кого не услышите. Если венгерка лучше всех, говорю, слив, сохраняет материнское качество, вот взяли с привитого дерева. Ну, вот завтра уйдет свежие фирмы. Да, вчерашние фирмы вы видели. Вот такие вот плоды, 57 грамм, крупные, отборные, почти как груши. Вот на них форму груши длинноватая, и форма яйца. И в косточку взял, посадил и выросла практически такая же. Примера много. Тогда получается, что если дерево повторило материнское качество, и в то же время морозостойкость питало от подвоя, на которого раньше было привито, на китайку, тогда на него можно привить персик, раньше получить урожай, если совместимость получилась с первого раза или со второго хотя бы, получить углубленные плоды, я же начинал вот с таких плодов персиков, вот специально, смотрите, 20 грамм, вот с таких. Ну, как все объяснить, вроде все объясню. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Ага, свароги свежие будут сколько то. Это как, понимаете, я вопрос не понял. Свароги свежие будут сколько то. Я про свароги даже не заикался. Урожай свароги в этом году у меня слабый. Значит, частично буду продавать свежие, частично в прошлом году. Слабые урожай брать не будут. Вот, сколько есть, все соберу. Они еще только начали падать. Так, почему это все кодемкар, кодемкар. Почему персиков попадается расколотая косточка. Так. А, ни разу не встречал. Ну, может быть, вы про магазинное имеете в виду? Я магазинное уже многолетнее ем, слава богу, свои есть. Не, не отличный вопрос, это не ко мне вопрос. Это были расколотые. Сафи на воскресенье. А, 3-0 или 4-0. Так, ну, это ошибка венгерки для прививки абрикоса. Еще для прививки, и еще для прививки абрикоса. А, значит, тут вот в чем хитрое заключается. Итак, на абрикосе, благодаря художнику, а что снижается? Художник. Художник, это люди вообще, это не планетяне. Они на землю-то попали случайно, размножились среди нас. Вот, он взял ее на байк, привил, и такие получил роскошные розовые венгерки, что я до сих пор хожу, вот он сейчас вперед, через два дня. Я говорю, ни одного розового этого не снимать. Я говорю, уважаю, вот ты приедешь, ты всех предупредил родственников, обойдутся, пусть ждут, пока я не сниму фильм. Я на это имею моральное право. Это черенки от железного. Вот, розовые, сами стали розовыми. И получается, привал-то, вот, розовые получились на баях. То есть, венгерка на абрикосе. И вдруг вы спрашиваете, наоборот, правильно? Вот. Венгерке для прививки абрикоса. То есть, уже получается наоборот. Я одно скажу. Есть ли смысл прививать абрикосы на венгерке? Я не знаю. Это надо привить, получить, потесать. А я буду сказать, что это, блядь, опять-таки чудеса вылезли какие-то. Понимаете? Например, абрикос стал наоборот, как венгерка, синего цвета. А вдруг? Пожалуйста. Пускай будет. Абрикосы прививки, хоть с нас, среди нас должны быть, такие же, не совсем нормальные, как железы. Вот. Должны быть. Пусть будет прививка абрикоса, а что-то получится. Но это не как пример для подражания. Это испытательный пока полигон. Пусть один из миллионов возьмете и венгерку приведете, и абрикос приведете на венгерку. Пожалуйста. Но особого смысла, если так смотреть, не вижу. Но я отрицать не буду. А вдруг получится та же, как в Чернобаево. Вопрос в другом. Что именно венгерка совместима с культурными абрикосами. Точка. Значит, делайте, что хотите. Абрикосы на венгерку, культурные. Венгерка на культурный абрикос. Вот так вот я отвечаю. Как говорю, будем решили, верной дороги идете, товарищи. Ольга, воскресенье. Все, оставляем воскресенье. За понедельник ни одного голоса. Другое дело, ребята, участников осталось 18. Я знаю, что будет через неделю 300 участников. То есть 300 просмотров. Я к вам обращаюсь, но никто меня не слышит. То есть каждый думает, ну, остальные точно я разошу. По друзьям. А мне зачем? Чего я один? Мой голос ничего не влияет. Пожалуйста, я вас угляю. Помогайте, потому что сейчас так получится. Получится так, что если я не выживу, значит, с этими доходами не выживет 10, 15, 20 детей, которые не сироты, но слово отец, они никогда в жизни никогда не произнесены. И не знакомы слова отец. Вы понимаете доходы такой семьи? Вы понимаете, что это такое? А мне все, что от вас надо, это заказ. От 1000 рублей на кусочки. Ведь предлагаю то, что фактически... И они не протянута рукой. Это вот гордо, с несколькими. Ну-ка, все вместе, уши развесьте. Ну-ка, по-хорошему, хлопайте в ладоши. Вы обязаны. Вот. Просто обязаны. И для того, чтобы там детей, которые я вспоминал. Ради будущего. Вот. Помните, 37 года апрекосы не живут. Что, среди нас, эти 300-500 просмотров, не найдется ни одного человека с мордами, что ли? Или с инмортией? Вот почему это надо. Ну вот, на такой, как бы сказать, высокой ноте я заканчиваю. Получилось так. На одном канале разместили. Несколько тысяч человек получили. Вот это уведомление. Вот адрес Железова. Заказывайте у него каталог. Просто каталог. Новый каталог. Там супер санта. Там одни фотографии, крышу снесет. Вы представляете, это настоящий сад. Он, наверное, один такой остался на всей планете. На северной половине планеты. Подчеркиваю. На северной половине планеты. Несколько тысяч человек получило предложение в законе каталога, заказало 50. Два заказали. И оплатили заказы. Ну, тысяча один, другой две. Вот. Вот это все. Больше не на кого надеюсь, только на вас. Заметьте, не с протянутой рукой. Но, например, с высоты достигнутого невероятного успеха. Захожите себе детям. Да для детей, что ли. Так я вам скажу. Хотя бы для детей. Чтобы не было вот этого позорного. Видите фотографию? Вот этого позора. Как они вообще, как-то у меня штаба сгнивает в ямах. Даже у этих. Даже у этих. У сосен. Чего учит их? Твою мать не понимаю. Все, друзья. На этом расстаемся. Заказывайте семена в каталоге. Рыль за 23 год. До свидания. Жалко расставаться. Но придется. А полчаса мы не договорили, потому что у ваших мало. Очень мало вопросов. И вообще даже мало. Прощай, не скучай. По запрасу свеж не лей. До свидания.